Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Россия завершит строительство первого железнодорожного моста в Китай в 2023 году. Губернатор Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн сообщил, что новый железнодорожный мост Нижнеленинская Тунцзян ведут в эксплуатацию ближе к августу 2023 года. Это первый железнодорожный мост между Россией и Китаем. Длина мостового перехода через реку Амор составляет 2 километра 200 метров, из которых на территории России приходится 309 метров. Фактически, Китай завершил строительство своего участка моста в марте 2019 года. Российские строители завершили строительство своей части мостового перехода в августе 2021. Затраты на строительство железнодорожного моста со стороны России превысили 9 миллиардов рублей. Запуск движения поездов по новому мосту первоначально планировался на конец 2021 года. Однако теперь по инициативе российской стороны движение железнодорожных составов отложено на полтора года. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, в процессе приемки моста были выявлены скрытые недостатки, из-за которых пришлось вносить изменения в проектную документацию и принимать решение об углублении русла реки Амор с российской стороны. Помимо этого, правительство России решило создать новый пограничный переход сразу за мостовым переходом. Новый мост является однопутным и предусматривает переход пассажирских и товарных составов с китайской узкой колеей в 1035 миллиметров на более широкую российскую в 1520 миллиметров. Новый мост станет новым транспортным маршрутом для экспорта в Китай отечественных товаров. Он позволит сократить существующий железнодорожный путь в соседнюю страну на 800 километров. Экономия по времени за счет движения поездов по мосту через Амур составит 10 часов. Россия планирует перевозить по мосту в КНР железную руду, уголь, минеральные удобрения, древесину. Ожидается, что с запуском моста его пропускная способность составит 5 миллионов 200 тысяч тонн груза в год, а после завершения РЖД-реконструкции железнодорожной ветки по маршруту Биробиджан-Ленинск, грузооборот моста вырастет в 4 раза и превысит отметку в 20 миллионов тонн грузов в год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова